здравствуйте друзья мы сейчас находимся на выставке на стенде электро и у нас премьера нашей новой акустической системы которая называется мираж а 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 и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В кругах аудиофилов существует такая культовая система, которая называется «Симфония». Ее разрабатывали советские инженеры. Но интересно то, что главный инженер, который разработал систему «Симфония», он во времена войны работал инженером на легендарных заводах «Телефункен». То есть он был посвящен во всю «Телефункеновскую кухню» и сделал очень интересную модель по звучанию, которая очень сильно опередила время. И мы, вдохновившись идеями советских инженеров 50-х годов, мы решили сделать свою версию «Симфонии», но современную. Характер звука немножко напоминает именно ту самую «Симфонию», которая была прототипом. Да, характер звука и технические решения. Мы долго шли, мы работали над фильтрами этой модели. И по своему схемотехническому решению это очень близко к первоначальной версии фильтра «Симфонии», но в нашей интерпретации. Это фильтр первого порядка, чистый, концепция совершенно противоположная, можно сказать, тому, что есть в «Фантоме». Первый порядок, простая схема и открытое звучание. Вот у вас две акустические системы уже, которые выходят в широкую аудиторию. Соответственно, ваш «Фантом» изначально строился по принципу, условно говоря, студийного монитора, который в дальнейшем стал такой хорошей первоклассной домашней колонкой, но которая всё равно может претендовать на звание студийного монитора. Там у вас используются технические решения, такие как «Лабиринт» и ваш уникальный фильтр. В случае с «Миражом» у вас немножко другая конструкция. Эта система отличается по дизайну, она отличается по акустическому оформлению. Да, верно. Плюс здесь у вас три полосы, это более крупная акустическая система. Расскажи, пожалуйста, идеологические решения, которые вы применяли. Понятное дело, что вы разрабатывали эту систему с оглядкой на систему «Симфония». Это ваше современное прочтение. Но, тем не менее, вы используете здесь всё-таки современный подход, современное видение и современное акустическое оформление. Правильно? Верно. То есть, во-первых, мы произвели огромнейший совершенно кастинг динамиков для этой модели. Звучание «Симфония» во многом обязано тому, что там очень хорошо подобраны динамики друг к другу. Здесь тоже все три динамика трёхполосной системы подыгрывают друг к другу, и они подобраны по характеру звуку. Среди большого количества динамиков, которые мы отслушали, эти динамики максимально подобраны для того звучания, которое мы имеем. Симфония 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 По поводу технических решений. Это закрытый ящик. Но мы модифицировали немножко исходник. Это закрытый ящик с панелью акустического сопротивления. Закрытый ящик с фильтром высоких частот. В данной модели оптимизированы, насколько это возможно, все резонансы. То есть, там нет параллельных поверхностей. То есть, её внутренность напоминает такой собор, можно сказать. То есть, очень грамотное внутреннее акустическое оформление. Да, сложная конструкция. Еще отличительной особенностью большой, что у нас все динамики, все три динамика, они виброотвязаны от корпуса полностью. Вибрация динамиков не передается на корпус, не передается на переднюю панель вообще. И поэтому более свободное открытое звучание. Третий момент – это то, что её стенки засыпаны песком. Она имеет специальный вибродемпфер песчаный, который поглощает пиковую энергию обратного ухода динамика. И таким образом улучшает импульсный отклик. То есть, динамику есть куда опереться. Фактически, можно сказать, что энергия, инерция динамика уходит в песок. В прямом смысле слова. Вопрос. Почему три полосы, почему высокочастотный излучатель у вас рупорного типа? Если, опять же, отталкиваться от той симфонии, которая была родоначальником, вашей идеей, которая развивается... Там трёхполосная система, она основана вокруг среднечастотника, можно так сказать. То есть, это среднечастотник, который играет в очень широкой полосе. То есть, вот здесь среднечастотник играет примерно до 8 кГц. Но ваша система, она значительно крупнее. Да, да, конечно. Она крупнее, больше, шире по частотному диапазону, шире по динамическому диапазону баса, естественно. Но, опять же, среднечастотник у вас влияет решающую роль. Он главный, да, потому что мы слушаем вокал, прежде всего. То есть, вокал, голос. И вот это воспроизводит среднечастотник. То есть, мы никак его не фильтруем. В том смысле, что у нас этот среднечастотник, он играет в полную полосу свою. Ну, чуть-чуть он там подрезан. Если рассматривать концепцию именно вот этой акустической системы, вашей мира, что всё-таки ключевая роль среднечастотника, вокруг которого уже формируются остальные полосы, которые его дополняют. Верно, верно, верно. И он работает ещё в очень интересном оформлении. Это кардиоидная панель акустического сопротивления. То есть, вот там есть такие уши, как мы их называем. И в них фильтруются высокие частоты и выходят свободно. То есть, это полуоткрытые оформления. Свободно выходят низкие середины, низкие частоты от закрытого ящика динамика. А почему у вас всё-таки рупорное оформление высокочастотного включения? Это скорее дань дизайну. То есть, он на тех частотах, на которые он рассчитывал, почти не работает. Дело в том, что у нас проведена... То есть, вот наклонная поверхность. То есть, у нас проведена большая работа по выравниванию задержек между динамиками в точке сведения. И, соответственно, они геометрически выверены. То есть, их положение, как и в фантомах, кстати... То есть, ваша система фазолинейная, опять же. Да, да. Выравненное положение динамиков по импульсу и рупор. Рупор – это такое красивое решение, чтобы это красиво выглядело. И он практически не работает на тех частотах. То есть, он не мешает звучанию. То есть, это, можно сказать, переход между рупором. В данном случае это не рупор, а просто переходная область между заглублённым высокочастотным динамиками передней панели. В общем, это что-то промежуточное между дизайном и акустическими оформлениями. Скажи, пожалуйста, какие у вас материалы динамиков? Динамик, низкочастотный динамик – это очень лёгкая бумага, классическая бумага. Современный динамик. Он очень похож на известную такую бумагу Куртмювер, которая как раз в винтажных динамиках использовалась немецкая бумага. Очень лёгкая такая бумажка. Очень быстрая. То есть, очень быстрый, лёгкий, низкочастотный динамик. Здесь полимер на бумаге и металлический высокочастотник, который подобран по чувствительности, чтобы он совпадал с низкочастотником. Получается, что у вас динамики совершенно на разных материалах – бумага, полимер, металл, но при этом всё вместе, настолько совместимо играет, что создаёт очень такие живые, очень такие душевные образы. Живой, яркий, да, открытый звук. Пётр, расскажи, пожалуйста, вот вы сегодня представили данную акустическую систему. Как её восприняла публика? Довольно хорошо. То есть, звучание, оно отличается от фантомов. Были разные отзывы, но людей оно завлекало. То есть, люди заходили в комнату и, ой, что такое, что это такое играет. Даже был вот мужчина, один такой вот в возрасте уже, он послушал эту систему и сказал, ребята, а, то есть, это прототип, он говорит, а можно, в принципе, её было бы забрать, может быть. То есть, стал как-то уже так подходить серьёзно, потому что, говорят, что это из того, что он послушал, ему понравилось, здесь на этаже, ну, или на выставке, да, то есть, ему понравилось это больше всего, звучание этой системы, зашло. В принципе, достаточно хорошие впечатления у всех от большой системы. То есть, все понимают, что это играет большая система, да, и когда мы переключаемся с фантомов, да, фантомы, они играют похоже на большую систему. И даже тут кто-то предложил конкурс провести, то есть, кто играет. Типа, то есть, не показывать, какая система играет, эта или та. Вот, и пусть люди угадывают, играет ли это, где играет большая система, в фантомах или в миражах. Но мы собираемся её чуть-чуть довести, ещё дорихтовать, потому что буквально в том звучании, в котором мы сейчас её представили на выставке, мы получили это звучание, там, два дня назад. Мы шли, у нас были прототипы, но полностью вот в таком вот предпромышленном, как это называем, прототипе, да, со всеми фишками, со всеми нюансами, со всеми механизмами, которые там демпфирование работает. Мы увидели это в первый раз сами, и то звучание, оно нас устраивает, но мы собираемся его чуть-чуть действительно подрихтовать, сделать, может быть, в чём-то, сохранить открытость, но при этом чуть больше комфорта, да, то есть на большой громкости мы хотим добиться. То есть тихо она играет прекрасно, громко она тоже играет, но хотелось бы вот ещё более отточенности, такой, как вот в фантомах у нас есть отточенности. В общем, сегодняшний старт и первый показ вашей акустической системы прошёл достаточно удачно, но так как вы всё-таки настроены на мелкосерийное производство, а не на штучные какие-то изделия, поэтому вы всё-таки планируете ещё дополнительно собирать определённый фокус-группы, ещё определённо шлифовать. Конечно. И добиться прям максимального-максимального идеального эффекта, вот как вы хотели. Но сейчас у вас старт уже произошёл удачно, несмотря на то, что вы буквально доделали эту акустическую систему за несколько дней до выставки. Да, 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 всё верно, но старт нас очень натворил и поразил, и очень тёплые отзывы действительно, да. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Олег, расскажи, пожалуйста, о вашем стенде. Какая у вас сегодня аппаратура присутствует, какие бренды, насколько я понимаю, достаточно много отечественных производителей именно в вашем стенде. И всё это очень хорошо совмещается с вашими акустическими системами. Ну, мы постарались собрать стенд достаточно просто. В сути, у нас две стойки, и одна стойка посвящена цифровому тракту, а вторая – виниловому. В этот раз мы ещё достаточно большой акцент сделали на виниле, то есть «Миражи» много времени, большой процент времени играли на виниловом тракте. В основном виниловом тракте у нас используется, кроме микросейки, фонокорректор и усилитель «Электротон». То есть там есть ламповая часть усиления. Цифровой тракт, который мы показываем в основном у себя в шоуруме. Это «Аурендер», это цифроаналоговый преобразователь от «Призм». И в основном мы используем усилитель Александра Трусова, «Атомика». Во всех случаях используется коммутация «Левенатмос». Иногда мы пробуем какие-то другие решения. И так достаточно легко мы переключаемся между двумя разными мирами. Между цифровым, который хорош будет с карбоновыми колонками, и аналоговое решение, когда мы используем винил с «Миражами». Да, и нам на стенде всегда хотелось бы добиться определённого уровня удовольствия и опыта, который касается не только звука, но и всего остального. Ну, чтобы приятно было посмотреть на стойку, на то, как она сделана. В этот раз мы очень много показываем то, как устроены наши системы. То есть можно посмотреть прям фильтр, покрутить его в руках, потрогать кожу, которой может быть сделана отделка. Можно посмотреть панели, что это, из чего это, как это выглядит, какие ощущения визуальные и тактильные это производит. Рассмотреть образцы карбона, как они сделаны. Ну, что нам хотелось бы, чтобы это был разный спектр эмоций и от музыки, причём в разных исполнениях. «Мираж», наверное, в аналогии с винилом. «Карбон» классно послушать с цифрой. Но это и тактильное ощущение, и это просто должно быть приятно и радовать глаз. «Карбон» классно послушать с цифрой. «Карбон» классно послушать.